Всем привет! Не обращайте внимания на посторонние звуки, если вы что-то будете слышать, потому что я задеяла уборку, я уже везде поубирала, все помыла и у меня работает стиральная машинка, так что наводила марафет, как будто, блин, кто-то из вас это заметит. В этот раз видео у нас будет о покупках, опять же, потому что их у меня, опять же, много. Когда готовилась к видео, так было холодно, что я сижу в штанах домашних, в носках, одела кофту, поэтому сижу сейчас и мне жарко. Начну я опять с волос, люблю я начинать именно сверху, донизу, а не наоборот, у меня так повелось, поэтому начну, наверное, с шампуня, который я приобрела, для меня новинка, потому что от натуры Сибирики я ничего не пробовала, это облепиха Сибирика. Я наслышана про этот шампунь, про маску, про скраб для тела, но, честно сказать, как-то у меня даже желания не возникало приобрести что-то, тем более у него цена была такая очень высокая и как-то меня не очень это привлекало. Взяла, потому что попала на акцию, что-то в районе около 300-200 с чем-то обошлась мне вот эта вот бутылочка. Здесь неплохой такой объем, 400 мл, и, кстати, я думала, что у меня, наверное, будет, как обычно, с такими объемами, я до половины, наверное, использую, и все, потом как-то мои волосы либо опять будут жесткими, как мочалка, либо еще что-то. Ну, нет, здесь уже, по-моему, половина, может, даже меньше, и я пользуюсь до сих пор. Запах, все восторги от этого запаха, но я не могу сказать, что этот запах как-то мне очень нравится. Он приятный, он такой сладкий, у меня аж слюни потекли, но вот это послевкусие, какой-то кислая, кислая облепиха, мне не очень нравится. Могу посоветовать, неплохой шампунь, промывает хорошо кожу головы, не делает мои волосы жесткими. И еще один шампунь я вам покажу, это шампунь 911, фирма какая-то, я не знаю, что это за фирма. Это российское производство, шампунь дегтярный, то, что я вам говорила, или дегтярный, от перхоти. Покупал себе мой молодой человек, здесь 150 мл, написано, удаляет избыток кожного сала, подавляет деятельность грибков, устраняет зуд. Знаете, что я заметила, когда он им пользовался, у него действительно стало меньше перхоти. Тот предыдущий, который я вам показывала, от него через время опять появилась перхоть, как он мне сказал, что, наверное, кожа привыкла. Наверное, действительно так и было. Эти 150 мл он использовал полностью, бутылек уже пустой, и у него ни разу не вернулась перхоть. Так что, в принципе, могу вот именно вот эту фирму, вот этот шампунь, рекомендовать. Запах такой же у него, отвратный. Так, и еще к своему шампуню я в дополнение брала, что это у нас, маска, фитомаска для волос. Одна минута, я хотела взять знаменитую ихнюю, которая всем нравится, маска. Но это с крапивой, и мне она не нравится. Я брала шампунь, бальзам крапивный именно, и он мне не подошел. Он также оставлял, либо делал мои волосы жесткими, очень жесткими. В общем, в принципе, немного смягчает, но мне этого мало, очень мало, так как у меня очень жесткий волос. Он очень грубый у меня, пористый. Мне мало вот этой маски, так что для таких вот грубых, пористых, густых волос, жестких, вот эту вот маску не советую. Переходим к лицу. Начну, наверное, с умывания для лица. Покупала в Акее вот такую вот умывалку. Это у нас Шакабуцу, пенка для лица, для контроля над жирным блеском. 100 миллилитров, обошлась она мне буквально в 100 рублей. Честно вам скажу, замечательная. Я бы еще какие-нибудь купила, но там были только вот такие вот с яблоком. Она обалденная, она здесь с яблоком и зеленым чаем матирует кожу, матирует, ну не на весь день, но на полдня это точно. И, в общем, в принципе, я ей очень довольна. Советую, попробуйте. Я когда слышала на нее отзывы от, забыла девушку, Маришка, по-моему. Она очень рекламировала, советовала вот именно такие вот умывалки. Там разные есть с лимоном, по-моему, или с апельсином, что-то такое, либо с грейпфрутом. Они бывают разные и для разных целей. Я бы с радостью попробовала их все. Они бюджетные. Здесь, правда, объем небольшой, но 100 миллилитров на сезон хватает, потому что я ее приобрела, честно сказать, месяца два, наверное, назад. И я вот пользуюсь ежедневно, утром и вечером умываясь, у меня как бы еще до половины не дошло. Я сейчас не пользуюсь мицеллярной водой, мне это не нужно. Я в основном ищу такие умывалки, которыми можно смывать сразу весь макияж, чтобы не заморачиваться. Я не люблю. Раньше как-то мне это нравилось все. Сначала там вот этим все вот стереть, потом вот этим вот, там все этим умываюсь, этим стираю. В общем, сейчас это как-то, не знаю, задолбало меня. В общем, времени не всегда на это хватает, желания тоже не всегда на это хватает. Так что, в общем, мне в помощь вот такие вот средства, умывалки, которые экономят мне время и деньги. Еще для лица я брала вот такой вот крем Гималая, отбеливающий крем. У меня как-то был еще, я на Украине покупала отбеливающий крем, не этой фирмы, другой какой-то. И он мне нравился. Он нисколько ухаживал за... Хотя нет, ухаживал. Кожа такая была и увлажненная, и вроде бы напитанная. И в то же время он как-то осветлял вот именно вот эти ранки, которые остались там, да, вот эти рубцы. Однотонная кожа становилась. Не сразу, не с одного применения. Со временем, когда я закончила весь тюбик, у меня кожа не прям ровная стала, потому что у меня и дальше были прыщи, да. Но те именно места, где у меня оставались вот эти вот ранки и следы от прыщей, они как-то сглаживались. Взяла вот этот крем. Я отложила все свои крема, потому что, мне кажется, кожа привыкла у меня. И решила что-то новое попробовать. В общем, здесь у нас 50 мл. Тюбик вот такой. Удобно, конечно, что здесь не нужно ничего откручивать, да, как бы открывается все вот так вот. Это удобно. Запах отвратительный у этого крема. Какой-то, знаете, такой вот запах старого бабушкиного вот крема, может быть, даже для ног. Вот просто, знаете, у меня есть крем для ног, который я вам покажу позже. И вот он пахнет безумно вкусно. Почему сделали вот эту вот, я даже не знаю, как это назвать, и пахнет каким-то говном. Короче, стоит это удовольствие 200 рублей. Когда умывалка мне обошлась, блин, я не знаю, в 100 рублей. Масло тоже от L'Oreal мне обошлось там в 300 рублей. Да, лучше добавить и еще одно масло купить, чем вот это вот непонятно что. Также у него никаких нет свойств. Он отбеливает, да, высветляет как-то тон кожи, делает его ровным, но также делает не матовым. А он, короче, не увлажняет, не питает. В нем нет в этом креме ухаживающих свойств, вообще никаких. Наверное, им было бы хорошо пользоваться летом. Но из-за запаха ни в какое время года я таким кремом пользоваться не буду. Разочаровалась. Я не знаю, многие там рекомендуют вот эту фирму, что она офигенная, крутецкая. Раньше думала умывалки какие-то, маски попробовать, но нет. Сейчас мажу ноги. Извините меня, купить крем для ног за 200 рублей как-то. Также у меня еще были приобретены масла. Первое покажу, это персиковое масло холодного отжима. Обычный бутылек, у меня сейчас его в наличии нет, там обычная такая баночка, как у меня обычно салициловой кислоты. У меня на него была аллергия. Здесь написано 12 месяцев, но может быть уже просроченный был тюбик. Я когда его нанесла первый раз, когда купила, я нанесла его на ночь. Я люблю масло на все лицо и под глаза наносить. Короче, у меня на утро вот этот глаз, здесь знаете, такой образовался мешок и припухлость. И он у меня как бы, знаете, как глаз, я не знаю как это сказать, он у меня просто вот так вот был. Это такая жесть была, как будто я почувствовала себя старой. Я поняла, как я буду выглядеть в старости. Я еще хотела сфоткать, да, чтобы в этом видео, может быть, вставить, но у меня не хватило смелости, потому что я была похожа просто на какую-то алкашку, пропоицу. У меня никогда такого не было. Даже от очень питательных кремов, от очень увлажняющих, когда у многих, да, на утро есть отечность. У меня никогда такого не было. В общем, не знаю, либо он просроченный был, либо что-то не то, либо масло мне само не подошло. Хотя персиковое масло я пользовала раньше, использовала, но не именно такой фирмы. Не буду больше этой фирмы брать ничего. Стоило, конечно, бюджетно 50 рублей, но лучше взять дороже от Ботаника и быть уверенной, что там все будет ок. Еще взяла вот такое вот эфирное масло лаванды. Почему-то, знаете, раньше я думала, что лаванда немножко по-другому пахнет. Как-то больше цветочна. Я думала, что не как трава оно пахнет. Я люблю полевые цветы какие-то, всякие вот эти травки в букетиках полевых. И вот когда я, помню, в детстве рвала какие-то такие букетики домой у бабушки в деревне, вот такой вот запах как бы был. Все мы знаем, какими свойствами обладает лаванда. Она меня и успокаивала. Я добавляю, делаю себе тоник. Так, сейчас она у меня, кстати, закончилась. У меня уже все. Пустая баночка. Меня мой парень очень сильно ругает, когда я пользуюсь ею. Здесь в комнате, к примеру, да, если я распылю этот тоник на лицо, то он будет очень в плохом настроении, потому что ему не нравится этот запах. Так что обратите внимание, не всем он может понравиться, потому что я вот тоже ожидала как-то больше цветочного запаха, а оказался он больше такой обычной травы. Так, еще я приобретала бальзам для губ. Это фирма Дермофил, по-моему. Хвалили, очень интересно было, но мне не понравилось. Здесь написано термальная гигиеническая помада, кальций, что-то тут еще куча всякого. Честно, жесть. Я думала, написано термальная гигиеническая помада. Я знаю, у Невея, тоже в стике, была как-то, даже и есть она, по-моему, тоже на термальной воде, гигиеничка. Она мне очень нравилась. И под этим впечатлением я взяла вот эту. Думаю, ну не будет она хуже. Обычная гигиеническая помада, она ничего не делает. Она не увлажняет губы, не питает тем более. Я ее обычно наношу либо перед тем, как карандаш на все губы наношу, либо когда наношу помаду, особенно какую-нибудь матовую. Еще приобретали, опять же, пасту сплат. Не знаю, сплет, сплат, как правильно. В общем, я называю сплат. Не знаю, поправьте, как нужно. Что тут говорить? И так видно, да, я уже говорила, что мы ее любим. И видно, что она уже заканчивается. Так, еще показывала вам в прошлых покупках, вернее, в прошлом видео о покупках. Тоже для ресниц от Гурмандис, я там немножко не договорила, не успела, потому что села камера. И в том видео я хотела тоже показать вам, покупала себе еще вот этот знаменитый от Maybelline консилер, который Better Skin. У меня во втором оттенке здесь написано Light Clear. 11 мл, срок годности написано 6 месяцев, но я им пользуюсь уже, нет, 6 месяцев точно нет еще. В общем, короче, его хватает очень надолго, потому что он жидкий. Он такой немножко темноватый. У меня это идет самый светлый оттенок. У него, кстати, такой вот носик. У него оттенок немножко с розовинкой, как я и не люблю как раз. Но он хорошо перекрывает все вот эти вот круги под глазами. Сейчас он у меня нанесен. Очень, очень нравится. Еще покажу вам покупку очередную, которая у меня закончилась уже. Это мыло для рук от SafeGuard. Обожаю мыло SafeGuard. Я не знаю почему, может быть, это, знаете, как вот навязанные рекламы, да, вот все, что говорят, во все веришь. Есть такие люди, да, и есть категория людей, которые ведутся на всякие рекламы, лозунги, верят людям, которые вот так вот вам что-то говорят. Я как-то верю в то, что SafeGuard убивает бактерии. Не знаю, правда это или нет, но хочется в это верить. Мне нравится мыло от SafeGuard. Здесь 250 мл было. Классическая версия. Здесь даже написано, что классическая. У него был такой классический запах. Но сначала мне казался он химозным. Потом как-то, либо я привыкла. Я вначале даже не могла им пользоваться, потому что мне вот эта вот химозина била в нос. А потом еще, когда моешь руки, оставалась на руках. И вот это вот ощущение постоянно, причем вот запах этот химозный, он настолько был ярко выражен, что он оставался надолго на руках. Из-за химозного вот этого вот запаха не куплю снова именно вот это жидкое. Куплю кусковое и буду кусковым пользоваться, потому что я люблю SafeGuard. Еще не помню, где я покупала уже. Короче, это, наверное, уже болезнь покупок. Наверное, это из FixPrice, если я не ошибаюсь. Короче, это обычный увлажняющий крем для рук. Восстанавливает и увлажняет кожу. Интенсивный уход, забота каждый день. В принципе, неплохо он увлажняет. Но когда наносишь его сначала на кожу, какое-то ощущение, как будто бы в воду развозюкали по рукам и все. А еще бывает такое ощущение, как будто в воду с грязью. Короче, завязываю я покупку всяких таких средств для тела, для рук, для ног из FixPrice. Не очень они мне почему-то нравятся. Также недавно для рук я приобретала вот такой вот крем для рук. Это крем для рук и кутикулы на козьем молоке, снякчающий. Витамин F и коэнзим Q10. Не знаю, какие там коэнзимы, какой там витамин F. Здесь 75 мл. И, как вы видите, уже тюбик почти пустой. Ну, я, правда, отлила, там у меня на столике стоит вот тюбик такой с дозатором. Я люблю, чтобы не откручивать, там выдавливать, а именно раз-раз, так и размазюкал. Короче, запах у него, во-первых, запах. Запах какого-то молочного продукта, вот, либо йогурт, либо что-то, вот, крем такой взбитый. Наверное, даже на крем похож, вот, крем, который делала мама сама в детстве. Вот такой запах. Очень приятный запах. Мне он очень нравится. Он не совсем надолго остаётся на коже, так что, если вы не любите запахи, он первое время, может, минут 15 только на коже, потом он выветривается. Очень хорошо смягчает. Здесь, не знаю, не написано, по-моему, нет, написано для кутикулы. Я и кутикулу им смазываю, кутикулу хорошо смягчает. Не то, чтобы, конечно, прям она всё там как распаренная, нет, но когда делаете маникюр, да, у меня сейчас есть новый ремовер. В следующих покупках тоже покажу. Он немножко пересушивает мне кожу кутикулы. И когда я им пользуюсь, да, он вроде бы смягчает, но после вот маникюра у меня остаётся всё равно такая вот сухость какая-то. Вот этот крем мне всё убирает, он мне помогает, он мне нравится, запах его, всё. В общем, короче, не помню его стоимость. В районе 40, по-моему, рублей. Также ещё у меня была покупка лака. Лак от Sally Hansen. Это Triple Shine серия. У меня в 170 оттенке. Я не знаю, как белый, не белый, молочный, наверное, и с вкраплениями таких вот частичек. Постараюсь ближе показать. Очень мне понравился. Это, знаете, это, наверное, будет мой must-have. Как-то начиная с весны, когда я купила тоже наподобие лак от New Look с эффектом французского маникюра. И мне так понравилось использовать такие вот лаки, покрытия, что мне не хочется вообще ничего наносить на ногти. Я целое лето ничего не наносила на ногти, кроме вот таких вот, я не знаю, полупрозрачных, да, лаков. Он, кстати, у меня сейчас вот этот лак у меня на ногтях. Ну и завершаю видео покупками для ног и для тела. В частности, покажу вам для тела, наверное, вот такой вот гель для душа. Я покупала его специально для того, чтобы делать скраб домашний для тела. У меня во влоге, наверное, уже вышел этот влог, либо еще выйдет. Наверное, вышел уже этот влог. Я вам покажу, как я делаю домашний скраб для тела, который мне очень понравился, который я случайно сделала сама дома и хочу посоветовать вам. Обычный, он стоил очень дешево. Мне нужно было вот просто что-то такое дешевое, чтобы можно было взять его как за основу, да. Еще завалялась у нас вот такая штука, уже точно даже не помню, либо в каком-то подарке было, либо я, я не знаю точно. В общем, это мужской бальзам после бритья для чувствительной кожи с алоэ вером. Он у нас валялся очень долго. Я думала, парень им воспользуется, но он не любит такие вещи. У него вообще все минимально. У него, если посмотреть на нашу ванну, да, вот именно полочку для ванны, то там все занято, все ярусы заняты именно моими средствами. Его одна полочка, на которой ютится шампунь, мыло для тела и бритва. В общем, все, что нужно, наверное, парню, весь его арсенал. Этот бальзам я использовала на ноги после бритья. И, честно вам сказать, ноги были липкие. Ну и последний продукт, наконец-то мы дождались, это крем для ног от 100 рецептов красоты. Это нашумевший крем на ютуб, который идет с тыквой. Запах очень приятный, бомбезный. Просто, просто вот, я не знаю, ароматерапия даже, когда вот ты его наносишь на ноги. Такое ощущение, что ты наносишь не крем для ног, а крем для лица какой-то. Что не могу сказать вот про вот этот крем, который я показывала, именно крем для лица который. Вот небо и земля. Вот почему нельзя сделать хорошую отдушку, либо вообще нифига не делать. Ну, короче, честно, я даже вот этим вот стремаюсь на ноги пользоваться. Лучше, конечно, подойдет этот крем для того, чтобы, когда вы побрили ноги, нанести в качестве вот не масла для тела, не какой-то баттер, не что-то такое жирное, а вот этот крем именно на лето. Будет вообще шикарно. Но я использую на пяточки, особенно когда скрабирую их, особенно когда очень ухаживаю за ними. Именно в этот день, в такие периоды я им пользуюсь. И мне очень нравится. Как вы видите, его уже осталось тоже немного. Ну вот и все. Все, что я вам хотела показать, рассказать. Если есть какие-то вопросы, встретимся в комментариях. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч, до новых видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok